Столица заполнена рекламными материалами от мэрии. Людей призывают подписывать петицию 50% для Кишинева. Более того, подписать ее можно даже в общественном транспорте. Журналисты ТВ-8 уже больше недели пытаются выяснить, сколько же стоит эта кампания по продвижению петиции, но столичной власти ответа на этот вопрос нам так и не дали. Эксперты же утверждают, что инициатива Иона Чабана бессмысленна, поскольку если правительство вернет столице 11 миллиардов леев, то пострадают районы и администрационные центры. Если такие кампания были установлены на половину из них, это будет стоить правительство около 88 миллиардов леев. На установке почтовых ящиков городские власти не остановились. Призывы подписывать петицию звучат в троллейбусах. Пока общественный транспорт двигается по маршруту, пасажиры слушают аудиосообщения о том, почему городу необходимо получить эти деньги. Сообщения, призывающие подписать петицию, появляются также при открытии официальных сайтов, премарии и муниципальных управлений. При этом эксперт в экономической политике Михаила Сирецану говорит, что эта инициатива совершенно бессмысленна. Решение о перераспределении поступлений не лежит в плоскости компетенции местных властей. Это могло бы быть частью более масштабной территориально-административной реформы в Молдове. Также, по мнению экспертов, в случае получения Кишиневым этих денег пострадают районные центры, куда должны были бы поступить средства. Это связано с тем, что большинство компаний, предоставляющих услуги по всей стране, зарегистрированы в Кишиневе и, соответственно, налоги они тоже платят в столице. Нужно учитывать тот факт, что Кишинев – это столица. Здесь сосредоточено больше всего населения страны и вся экономика страны. Соответственно, другие округи очень сильно пострадают. Многие из районов находятся в ситуации, когда они не могут покрыть свои расходы, так как они не самоокупаемы. Таким образом, эта компания, скорее всего, создана в политических целях и в целях пиара, а не как реальная попытка улучшить жизнь кишиневцев. Некоторые из людей, с которыми мы пообщались, говорят, что не очень довольны тому, что по городу развешана реклама петиции и советуют местным властям заняться проблемами столицы, а не борьбой с центральными властями. Мы отовсюду об этом слышим, и нам это не нравится. Наше мнение негативное. Все действия премарии как будто направлены против людей, против детей, если мы говорим о работе групп продленного дня, против персональных ассистентов и так далее. Украли деньги, взяли займы, которые не в состоянии погасить, и теперь требуют, чтобы кто-то за это платил. Это ненормально. Было бы хорошо, если бы деньги оставались здесь, и не шли непонятно куда. Я считаю, что они это хорошо придумали. Ион Чабан, который по-прежнему в отпуске, похвастался в своем фейсбуке, что петиции уже подписали 30 тысяч человек. Это около 4% от жителей столицы и пригородов. О том, сколько денег было потрачено на ее продвижение, премария не сообщает письменный. Запрос о предоставлении нам информации об этом журналисты ТВОП направили в муниципальным властям 29 января. Но ответа мы до сих пор не получили. Подробности о финансировании компании мы пытались узнать и у заместителя Иона Чабана Ирины Гутник. Мы пытались связаться и с вице-примаром Ильей Чабаном, который заменял Иона Чабана на оперативном заседании премырии, но он не ответил на наши телефонные звонки. Петиция 50% Кишинева была запущена две недели назад. Муниципалитет настаивает на том, чтобы половина денег, поступающих в государственный бюджет от налогов, оставалась в Кишиневе. Речь идет о сумме примерно в 11 миллиардов леев.